Сегодня герой рубрики «Экспертное мнение» Геннадий Толстых, заведующий отделением хирургии Новосибирской областной клинической больницы. Здравствуйте, Геннадий Николаевич. Добрый день. Насколько я помню, главный врач Анатолий Юданов говорил, что облбольница не должна заниматься аппендицитом, что это неэффективное использование ресурсов в клинике, что необходимо оказывать технологичную помощь. Действительно ли ваши хирурги занимаются только очень сложными операциями? Нет, конечно. Потому что, начать с первой части вопроса, что любое отделение имеет определенный ресурс, то есть определенное количество может пролечить за месяц. И поэтому любой выпавший, поступивший аппендицит нарушает планы и нарушает очередность плановых больных. Востребованность в больших, высокотехнологичных, нестандартных операциях очень большая. И больной с острым аппендицитом, поступивший по самообращениям, поступая на хирургическую койку, он же занимает чужое место, по сути дела. И при этом простаивает места в экстренных больницах, где загрузка 40-60%. Но у вас в среду, я так понимаю, к вам такие приезжают, нет? Только каждый четвертый больной поступает в среду. У каждого больного уже сейчас есть машина, поэтому ближайшие районы, Машковский, Коченевский, Ордынский, садятся на машину, приезжают сюда очень много людей. И при этом они занимают койку своего же родственника, наверняка, который стоял в очереди на плановую операцию. Потому что два человека на одной койке лежать не могут, а отделение всего на 50 койек. Ну, получается, к вам поступают и экстренные, и плановые? Да, 46%. Ежегодно цифра одна и та же. 43-46% экстренных и остальные плановые. Но при этом только каждый четвертый из экстренных поступает в экстренную среду, очень много поступает по санитарной авиации. Это те нестандартные случаи или больные с тяжелой сопутствующей патологией, которые требуют лечения именно в областной больнице, поскольку необходимо привлечение не только работы хирурга, но и привлечение работы смежных специалистов. Это гематолога, пульмонолога, кардиолога и так далее, в зависимости от профиля заболевания. Но вы их сначала дистанционно наблюдаете, тяжелых больных? Нет, почему? Ну, для этого выделена санитарная авиация, и, как правило, все больные, поступающие по санитарной авиации, консультируются через санитарную авиацию с записью магнитофона этих консультаций, чтобы можно было потом отследить и установить истину. А вот здесь с какими отделениями чаще всего приходится хирургическое? Ну, у нас как дочернее отделение, мы дочернее, или они дочернее гастроотделения. То есть, как правило, обследуются больные в гастроотделения с тяжелыми заболеваниями, переводим мы себе. А остальные больные, как правило, готовятся в смежных отделениях терапевтического профиля. Это гематологические заболевания, пульмонологические, кардиологические отделения, в котором готовятся больные, то есть доводятся до нужной кондиции, тогда, когда он точно перенесет эту операцию. Удается ли следить за трендами в мировой хирургии? Конечно. Мы участники, как правило, всех, не всех, но большинства конгрессов хирургических, как на территории России, иногда удается выезжать и за рубеж, и при этом не только выезжать слушать, но и участвовать в этих конгрессах и конференциях. Ну а сами чем можем поделиться? Ну, мы считаемся передовой клиникой в стране по лечению хронического панкреатита. Основной поставщик этих больных, конечно, эскетим 9 из 10. То есть это, как правило, хронический алкоголизм за счет употребления, в первую очередь суррогатов алкоголя. Так вот 9 из 10 этих больных из эскетима. И поэтому мы имеем огромный поток этих больных. И начали мы первые в стране радикальные операции при хроническом панкреате. Пять лет потом Институт Вишневского в Москве, то есть ведущая головного учреждения, нас догонял по количеству операций и по объемам. Если говорить об обрядах, суевериях, каких-то приметах, есть ли что-то такое у врачей, например, перед операцией? Да, у каждого свое. Есть только одно, что если в начале дежурства поступил больной с кровотечением, то это будет самая тяжелая дежурства, особенно если это женщина. Чаще всего люди даже смелые, боятся операции. Что можно вообще человеку посоветовать, как настроиться? Ну, это, понимаете, все зависит от характерологических особенностей самого человека. Но просто тут должно быть решение взвешенным, объективным. И, естественно, оно будет во многом зависеть от того, как хорошо с ним поговорит оперирующий хирург и как правильно объяснит необходимость операции, ее результаты и возможные осложнения. То есть врачи, они не только хирурги, они еще и психологи? Психологи, да. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.